здравствуйте уважаемые студенты по дисциплине охрана труда тема 4 производственная санитария сегодня мы рассмотрим два вопроса первый вопрос инвентарное требование к устройству на предприятиях информационного обслуживания и санитарная характеристика производственных процессов процессе труда на работающих могут воздействовать такие производственные факторы как неудовлетворительные метеорологические условия вредные вещества шум и вибрации ионизирующие электромагнитное излучение неудовлетворительное освещение раздел охраны труда изучающие возможно воздействия на работающие в процессе труда вредных производственных факторов которые могут привести к профессиональным заболеваниям называется производственная санитария. Производственная санитария это система организационных мероприятий и технические средства предотвращающая или уменьшающая воздействия на работающих вредных производственных Основными опасными и вредными производственными факторами являются повышенная запыленность и загазованность воздуха в рабочей зоне, повышенная или пониженная температура воздуха в рабочей зоне, повышенная или пониженная влажность и подвижность воздуха в рабочей зоне, повышенный уровень шума, повышенный уровень вибрации, повышенный уровень различных электромагнитных излучений, отсутствие или недостаток естественного света, недостаточная освещенность рабочей зоны и другие факторы. Все перечисленные вредные производственные факторы рассматривают действующими в рабочей зоне производственные помещения и предприятия из производства. Мы до этого говорили о рабочей зоне. Что же это такое? Рабочей зоной является пространство высотой 2 метра над уровнем пола или площадки, на которых находятся постоянные или временные рабочие места. Служба охраны труда на предприятии. Служба охраны труда на предприятии – самостоятельное структурное подразделение, которое подчиняется непосредственно руководителю или главному инженеру предприятия и несет ответственность за организацию работы на предприятии по созданию здорового и безопасного условия труда, работающих, предупреждению несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Гигиена труда. Конечно, мы должны соблюдать гигиену. Это входит в производство санитарьев. Гигиена труда – это раздел гигиены, изучающий условия и характер труда, их влияние на здоровье и функциональное состояние человека и разрабатывающие основные научные основы и практические меры, направленные на профилактику вредного и опасного воздействия факторов производственной среды и трудового процесса на работающих. Санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников. Производственная санитария занимается вопросами уменьшения влияния на человека вредных производственных факторов на рабочем месте и производственном быте. Это предусмотрено в санитарных нормах и правилах административно-бытовых зданий. Санитарно-бытовое обеспечение включает в себя санитарно-технические системы. Сюда входят отопление, теплогазоснабжение, вентиляция, горячее-холодное водоснабжение, канализация. Второе – это санитарно-бытовые помещения. Это душевые, гардеробные, сауны, помещения для охлаждения или обогрева работников, хранения, сушки, очистки, ремонта, спецодежды и обуви, личные гигиены и т.д. Также санитарно-бытовые устройства – это душевые, устройства для обеспыливания спецодежды, питьевое водоснабжение и другие. И все это входит в социально-бытовые помещения. Это помещения для медобеспечения. Это от 30 до 300 человек – медицинский пункт, от 300 до 1200 человек – это фельдшерский пункт, и более 1200 человек – это врачебный пункт. Помещения общественного питания – это до 10 человек – место для приема пищи, от 10 до 30 – комната для приема пищи, от 30 до 200 человек – буфет с горячими блюдами, и более 200 человек – это уже столовые. Воздействие лазерных излучений на организм человека и защита от них. Для выбора средств защиты следует учитывать класс степени опасности лазера. Их у нас 4. Класс 1 называется «безопасные». Это выходное излучение не представляет опасности для глаз и кожи. Класс 2 – малоопасные. Выходное излучение представляет опасность для глаз прямым и зеркальным отраженным излучением. Класс 3 – опасные. Опасны для глаз прямые, зеркальные, а также диффузно отраженное излучение на расстоянии 10 см от диффузно отражающей поверхности и для кожи прямое и зеркально отраженное излучение. И четвертый класс – это высокоопасное, опасное для кожи диффузно отраженное излучение на расстоянии 10 см от отражающей поверхности. Работоспособность человека, особенно при физическом труде, связана с определенными энергозатратами организма. В целом, расход энергии организма в человек складывается из основного обмена – это количество энергии расходом у человека при полном покое и комфортном условии, обмена при приеме пищи и расхода энергии при различного рода деятельности. В соответствии с общими энергозатратами организма, все физические виды деятельности делятся на три категории работы. Первая – это легкие физические работы. Категория первая. Сюда относятся работы, выполняемые сия или при ходьбе, но не требующие систематического физического напряжения или поднятия и переноска тяжести. Второй вид работы – это физические работы средней тяжести, связанные или с постоянной ходьбой, или выполняемой стоя и сидя, но без перемещения тяжести. Это категория 2А. Здесь же те же работы, связанные с переноской тяжести до 10 кг, относятся к категории 2Б. Третья категория – это тяжелые физические работы, связанные с постоянными передвижениями и переноской тяжести более 10 кг. Нормативы посмотрим на таблице 4. Характеристика работ. Пожалуйста, посмотрите. Виды работ представлены. Как уже сказано было, это легкая, средней тяжести категории 2А, средней тяжести категории 2Б и тяжелая категория 3. Энергозатраты, соответственно, легкое измерение идет в джоу на секунду и калории в час, килокалории в час. Легкое виды работают до 170 джоу в секунду, в скобках 150 килокалорий в час. Здесь уже мероприятие по восстановлению исходного состояния организма человека. Здесь достаточно только отдых после рабочего дня. При работе средней тяжести категории 2А энергозатрата 170-232 джоу на секунду, а в килокалориях на час это 150-200. Здесь уже потребуется оздоровительное мероприятие. В средней тяжести категории 2Б, энергозатрата здесь чуть больше, от 232 до 293 джоу на секунду, в килокалориях в час это от 200 до 250. Те же мероприятия оздоровительные. И виды работ тяжелые, категории 3, здесь уже энергозатрата более 293 джоу на секунду, и в килокалориях это более 250. Здесь уже потребуется лечебное мероприятие для восстановления организма. В промышленности строительных материалов при воздействии вредных факторов возможно различные профессиональные заболевания. У рабочих, занятых производством цемента, возможно пневмоканиозы, полевые бронхиты, дерматозы, бронхиальная астма. При производстве железобетонных изделий, изделий из стекла, кирпича и керамики, материал на основе азба цемента отмечается в случае вибрационной болезни, невриты, дерматоз, пневмоканиоз и бронхиальная астма. В рабочих помещениях с персональными компьютерами основными источниками акустических шумов являются шумы персональной электронно-вычислительной машины. ЭВМы являются также источниками шумов электромагнитного происхождения, то есть это есть колебания элементов электромеханических устройств под влиянием переменных магнитных полей. Кроме того, в данных помещениях возникает структурный шум. То есть шум, изучая излучаемые поверхностями колеблющихся конструкций стен, перекрытий, перегородок здания в звуковом диапазоне частот. Систематический шум может вызывать утомление слуха и ослабление звукового восприятия, а также значительное утомление всего организма. Однако не все шумы вредны. Так привычные, нерезко выраженные шумы, сопровождающие трудовой процесс, могут благоприятно влиять на ход работы. Нерезкие шумы, характеризующиеся периодичностью звуков, например, музыка, в силу своей ритмичности, не только не отвлекают от работы, но и вызывают положительные эмоции, способствуют повышению эффективности труда. Для устранения или ослабления неблагоприятных шумового воздействия целесообразно изолировать рабочие помещения, размещая их в частях здания, наиболее удаленных от городского шума, расположенных в глубине здания, обращенных окнами во двор и т.д. Шум ослабевает также благодаря зеленым насаждениям, поглощающим звуки. Допустимый уровень шума при умственном труде, требующем сосредоточенности 50 дБ. Для уменьшения шума и вибрации в помещении, оборудовании, аппараты и приборы устанавливаются на специальные фундаменты и амортизирующие прокладки. Если стены и потолки являются источниками шумообразования, они должны быть облицованы звукопоглощающим материалом. По характеру воздействия на организм работающих вредно-производственных факторов можно разделить на две группы – это адаптируемые и неадаптируемые. К адаптируемым относятся факторы, к воздействию которых организм, человека может в некоторых пределах, приспособиться. Это метеорологические факторы, шум и вибрация, освещенность, тепловое излучение, происходящие, при этом снижение работоспособности, можно восстановить с помощью рационального режима труда и отдыха, физкультурно-гигиенических мероприятий и другие виды. К неадаптируемым относятся факторы, вызывающие необратимые воздействия на организм человека. Это производственная пыль, ядовитые и канцерогенные вещества, ионизирующие излучения. На этом наша лекция заканчивается. Для проверки, для того, чтобы проверить себя, ответьте на эти вопросы. До свидания. Урок закончен. До свидания. До свидания. Урок основания. Урок 노력 тратки. Урок «agement» Урок garantен. С smoothly processes.